Коты-воители. История Астролистой. Автор Эрин Хантер. Глава 2. Листвичка! Листвичка! Дай мне воды! Пить! Листвичка! Астролистая металась в жару. Горло её пересохло. Язык прилип к небу. Наверное, она подцепила лихорадку и теперь лежит в палатке-целительнице. Но где же пропитанные водой комок мха, который листвичка всегда кладёт для больных возле подстилки? Астролистая с усилием повернула голову и уткнулась мордовью о что-то мокрое и мягкое, пахнущее зеленью. Она с жадностью впилась в чахлый мох, на капли высасывая драгоценную влагу. Никогда в жизни она не пробовала ничего вкуснее. Внезапно Астролистая поняла, что она здесь не одна. Какой-то кот склонился над ней, подсунул под её несчастную лапу. Астролистая взвала от боли, а кот тихо извинился. Это перья, чтобы лапе было мягче лежать. Всё, уже всё, теперь отдыхай. Астролистая напряглась. Голос и запах этого кота были и незнакомы. Кто ты? Где я? Она судорожно замахала передними лапами. Отпусти меня! Маленькая прохладная лапа легла на её плечо, бережно уложила обратно. Астролистая вдохнула сильный запах листьев. Шшшш! Всё хорошо. Не надо брыкаться. Ты в безопасности. Всё хорошо. Вот, съешь вот это, а потом поспи. Она послушно позволила уложить себя обратно. И также покорно проглотила травы, окопник и два крохотных маковых семечка. Мягкие перья приятно согревали сломанную лапу. Тихо вздохнув, Астролистая закрыла глаза и снова провалилась в забытье. Когда она проснулась, голова у неё прояснилась, а невыносимая боль в лапе притупилась за тупой нующей ломоты. Астролистая полежала немного, прислушиваясь к своим ощущениям, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Теперь она понимала, что очутилась совсем не в палатке целительница. Она лежала на тонкой подстилке из перьев, прямо на холодном камне. «Значит, я всё ещё в туннелях!» Сначала Астролистая обрадовалась, потом испугалась. Кто же был здесь с ней? Кто положил её сюда? Кто поил водой, давал травы? Астролистая попыталась вспомнить запах кота, велевшего ей уснуть, но тут животье у неё громко заурчало, и она поняла, что умирает от голода. Когда она ела в последний раз? Астролистая попыталась встать, но её задняя лапа предательски подогнулась, заставив её плюхнуться обратно. Ты проснулась? С темноты прямо над ней вынурнула кошачья голова. «Как твоя нога?» Астролистая широко распахнула глаза и вскоре смогла разглядеть силуэт рыжего кота с белыми пятнами. От него пахло мхом, камнем и водой. «Кто ты?» – спросила она и не узнала свой осипший, а долгого молчания голос. Кот не стал отвечать на её вопрос. Вместо этого он лапой пододвинул к ней что-то. «Ты, наверное, проголодалась. Вот, поешь». «Свежатина!» Астролистая вытянула шею, приготовившись пиццу в угощении, но тут же отпрянула назад. Перед ней лежала крохотная слизкая рыбёшка. «Я не ем рыбу!» Кот задумчиво пошевелил усами. «Видишь ли, здесь, внизу, выбор есть не всегда». В его голосе не было и намёка на упрёк, но Астролистая всё равно престижно втянула голову в плечи. Её живот предательски заурчал, давая понять, что с радостью проглотит любую еду, даже падаль, не говоря уже о рыбе. Задержав дыхание, Астролистая набросилась на рыбу. «Это мышка! Толстая, сочная мышка!» твердила она про себя. «Это же белка!» «Нет, это первый весенний голубь!» Она съела рыбу до последнего кусочка и запила водой мха, лежащего рядом. Рыжий-белый кот любопытством наблюдал за ней. «Спасибо!» мяукнула Астролистая. «Я... знаешь, это оказалось совсем не так плохо, как я думала!» Кот продолжал разбятывать его. «Тебя зовут Астролапка, да?» Она моргнула. «Теперь меня зовут Астролистая, но откуда ты меня знаешь? Я не помню, чтобы когда-то тебя видела!» Кот покачал головой, его глаза погрустнели. «Нет, ты меня никогда не видела, но я видел тебя и твоих братьев, когда вы пришли сюда, чтобы спасти котят, заигравшихся в туннелях во время наводнения!» Астролистая выторщила глаза. «Конечно!» Она прекрасно помнила, как они с воробьем и львиносветом искали пропавших котят из племени ветра. Тогда под землей развелась река, и они едва не утонули, но поток вынес их из туннелей в озеро. Слава звездному племени, что все так счастливо закончилось, но сейчас этот незнакомый кот говорит, будто видел все это своими глазами. «Кто же он такой?» «Кто ты?» Взлух спросил Астролистая. Рыжий-белый кот подошел и стал прокладывать перья под ее раненые лапы так, чтобы они лежали ровным слоем, не позволяя больному месту соприкасаться с камнем. «Меня зовут Листопад», — тихо ответил он. «Ты не из племен, да?» Не унимался Астролистая. «Где же ты живешь?» Листопад подошел к небольшой кучке трав и принялся наторопие его перебирать их. «Когда-то давно я жил в холмах над озером, но теперь мой дом здесь». Он обернулся и пододвинул маленькую горсточку трав к Астролистой. «Вот, съешь окопник, он поможет твоим гостям быстрее срастись. Маки тебе больше давать не буду, надеюсь, ты и без него будешь хорошо спать». Астролистая покорно съела душистые листочки. «Ты раньше был целителем?» — спросила она. Листопад озадаченно склонял голову на бок. «Я не знаю, что это такое. Нас всех учили разбираться в травах и лечить раны, чтобы в случае необходимости мы могли прийти на помощь друг другу. Ты об этом спрашивала?» «Примерно». Она приподнялась на передних лапах и тут же почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. «А где другие коты? Где твои соплеменники?» «Неужели прямо под ними живет целое кошачье сообщество, о котором не знают ни в одном племени?» «Довольно вопросов», — отрезал листопад. «Тебе нужно отдыхать. Кстати, твоя лапа не сломана, это только выверь. Он скоро пройдет, и ты сможешь вернуться к своим друзьям». «Нет!» — звезнула астролистая. «Никогда! Я не смогу вернуться!» Это листопад только пожал плечами. «Не хочешь — не надо. Дело твое. А теперь ложись и перестань брыкаться. Чуть позже я принесу тебе что-нибудь поесть». Он подобрал земли рыбьи и кости и исчез в темноте. Астролистая проводила его взглядом. Где на туннеле в этом месте казались светлее? Видимо, сюда проникал свет. Когда она разговаривала, то слышала вдалеке эхо своего голоса, что лишь подтверждало догадку о том, что она лежит перед входом в какую-то пещеру. Поскольку не было слышно звуков воды, значит, это точно не пещера с подземной рекой. Астролистая устало ранила голову на лапу и закрыла глаза. Она была ранена и потерялась в темноте. Но незнакомый кот каким-то чудом нашел ее и выходил. Он кормил и поил ее. Он давал ей целебные травы и укутывал ее раненую лапу перьями. Был ли он посланцем звездного племени? Или ей просто несказанно повезло? В любом случае, она была в безопасности. По крайней мере, пока. Когда Астролистая проснулась, она нашла рядом с собой еще одну рыбку, пропитанную водой кусок мха и кучку окопников. Стены пещеры тонули в темноте, из-за чего она заключила, что снаружи стемнело. Настала ночь. Интересно, сколько дней она здесь провела? Там на земле было полнолуние, когда она ушла. Может листопад подскажет, какая сейчас луна? Съев рыбу и заживав противный вкус окопником, Астролистая долго боролась со сном, ожидая листопада. Вскоре в пещере совсем стемнело, и ее обступила чернота. Тогда Астролистая сдалась и перестала ждать своего загадочного спасителя. Ничего, листопад непременно придет утром, в этом она почему-то не сомневалась. На утро она уже смогла самостоятельно сесть, и даже занялась умыванием, за которым ее и застал листопад. Он бесшумно вышел из темноты, а когда приблизился к Астролистой, она разглядела в ее пасти что-то круглое и пушистое, совсем не похожее на рыбу. Астролистая так и замерла с высунутым языком. «Ой, ты принес мне мышь!» Стопад бросил свою добычу к ее лапу, его шерсть распушилась от торжества. «Я услышал, как она скреблась в одном из туннелей», пояснил он. «Подумал, ты обрадуешься». «Спасибо!» простроганно ахнула Астролистая. «Еще бы!» Она приготовилась цепиться в мышь, но что-то ее остановило. «Слушай, она такая большая! Ты не хочешь кусочек? » Листопад покачал головой. «Нет, нет, это тебе!» Когда Астролистая принялась за еду, он осторожно смотрел на ее лапу. «Выглядит гораздо лучше, а ты себя лучше чувствуешь!» Астролистая горячо сгибалась в полной пастью. «Еще как лучше!» «Я уже могу сгибать лапу и шевелить ей совсем не больно!» «Тогда тебе стоит попробовать пройтись, когда доешь!» Сказал Листопад. «Совсем чуть-чуть, не напрягаясь, но мышцы нужно тренировать, пока они совсем не ослабли». Астролистая даже ушами передернула от удивления. Листопад говорил, как настоящий целитель. «Нет, он определенно был родом из какого-то племени. Про дяги и одиночки так не говорят, а о домашней катахе упоминать не стоит. Но где же вырос ее таинственный друг? Если он не из племени, то, может, из другой обществи, например, из кланок падающей воды?» Она проглотила последний кусочек мыши и спросила. «Ты клановый кот? Ты пришел сюда с гор?» Листопад отрешенно посмотрел на меня. «Теперь я живу здесь», — повторила. «Другого дома у меня больше нет». Астролистая дрогнула, как будто чей-то ледяной когет царапнула ее по спине. В голосе Листопада было нечто такое, отчего она вдруг почувствовала себя бесконечно одинокой и несчастной. Она выпрыгнулась и отшвырнула в сторону остатки мыши на уши и хвостика. «Как далеко мне пройтись?» — спросила она. «Не торопись», — спокойно посоветовал Листопад. «Сегодня тебе лучше пройти пару-тройку шажков, не больше». Астролиста уперлась в пол передними лапами, подтянулась. Острая боль пришила заднюю лапу, но она только зашипела сквозь теснутые зубы и, выдохнув, устояла. Потом осторожно сделала шаг вперед. Лапа выдержала, хотя и с большим трудом. Она сильно ослабела и ощущалась, как будто отдельно от остального тела. Астролистая похромала в ту сторону, откуда проливался свет. Стены туннеля разошлись, открыв ее глаза в небольшую пещеру с шириной не больше шести листих хвостов. Из круглого отверстия в потолке падал свет, показавшийся астролистой таким ярким, что она невольно зажмурилась. «Сегодня солнечный день», — донесся из-за ее спины тихий голос Листопада. Астролистая повернула к нему. «Ты когда-нибудь выходишь наружу? Как ты можешь все время жить под землей?» Он отвернулся. «Здесь мой дом», — снова повторил он безжизненным голосом. «Ну что, сможешь вернуться обратно на подстилку?» Астролистая молча покваляла по туннелю, очень огорченная тем, что не смогла пройти дальше. Но к тому времени, когда она добралась до подстилки, ее лапа разболелась так, что перед глазами начали роиться мушки. А в ушах тоненько зазвенело. В не силах держать стон, астролистая повалилась на землю. «Завтра попробуешь еще раз», — тихо сказал Листопад, словно почувствовав ее страдание. «Торопиться некуда, но теперь отдохни». Он повернулся, чтобы уйти, но астролистая потянула с нему дрожащей лапой. «Постой! Мне надоело все время лежать тут в одиночестве! Не уходи! Прошу тебя! Останься! Поговори со мной!» Он наклонился и посмотрел на нее своими тихими зелеными глазами. «Отдыхай», — повторил Листопад. «Так твоя лапа заживет быстрее. Я еще приду». Когда он ушел, астролистая устало растянулась на перьях. Скорее бы ее лапа зажила. Да, она хотела сбежать из грозового племени. Но вовсе не для того, чтобы поселиться в кромешной тьме, целиком завися от доброй воли незнакомого кота. Продолжение следует...